Те, кто в Узбекистане, мальчишки тренируются, занимаются вольной борьбой, они понимают, что этим тоже можно заработать для своей семьи. Ну и для нас очень напряженные минуты пошли. Посмотри, как хорошо начинает молодой парень российский. Давай, Владимир, не будем торопиться. До трёх начала. Таймазов, какое бедро мучное. Чувствуется штангистская подготовка. Так, взял хорошо за руку и к ноге хотел пройти. Вывел. И ты знаешь, этот проход к ноге, это как бронебойный снаряд. Вот как раз Салима Абдувалиева показали сейчас президенту Федерации Борьбы Узбекистана. Он даже отвернулся спиной, чтобы не смотреть. Так нервы тоже у него играют. Ну, порадовался балу. Завелись немножечко парни. Хотел сделать хлыстую чергу, да? Да, подвис на руке. Вот он три поединка так выиграл. В одном случае положил соперника сегодня. Так что Ахмедов великолепно делает этот приём. Ну, я думаю, что Таймазов-то знает. Посмотрел. Конечно, посмотрел. Мощно, да. Мощно, мощно, мощно. Качнул на себя, заставил встать на пятку и снес буквально вот как лавина. Ну, такая силища. Я это всё в своё время делал, прочувствовал. Такие вот проходы. Бахтияру сегмундирует сейчас Сагид Муртазалиев. Олимпийский чецентр, как я сказал, седьмое. По тяжёлым весам. Задышал, задышал наш спортсмен. Приличная нагрузка. Темп-то высокий. Очень высокий темп. Сам задум. Да, тяжёлого веса очень высокий темп. Ты понимаешь, я не знаю, только на технике здесь можно его тогда обойти. Силобо превосходства нет. Опять, да? Да, опять просто мощное какое-то вложение, понимаешь. Я смотрю, там трибуну уже практически победу праздновать. Ну, первый этот период чётко совершенно. Вот сам себя увидел. Салим радуется. Увидел мощь. Мощь своего парня. Вот соперничество. Это, по-моему, первая встреча вообще в жизни. Ахмедова и Таймазова. И почувствовали в Узбеке, что близко золото. Вот этот свет уже осеняет их. Ну, для Бахтиайра, конечно, это самая настоящая проверка. Бывает так, что мы видели, что финалы в первом круге, да? Ну, как бы жребий сводит основным соперникам. А здесь вот у него получилось, что в финале получился финальный бой. И, по сути дела, он сейчас напоролся на самого серьёзного своего соперника. Не готов к этих ногам, не готов. И зря обязывается в такой плотный захват. Мотанёт его Артур. Словое превосходство очевидное. Поэтому только-только-только техника. Смотри, как Таймазов задышал. Вот этот темп, предложенный российским спортсменам, тяжело ему даётся. Ты знаешь, Владимир, ну, тяжело ли даётся. Сейчас вот, сейчас произойдёт то, что не должно произойти. Потому что вот это равновесие и допускать до жребия Артура не станет, безусловно. И Ахмедову этот жребий не нужен. Вообще Ахмедов на чемпионате Европы, помнишь, за исключением Мусульбеса, обманул всех на жребии. Здесь тоже ему пару раз удалось. Ах ты, как встретил. Встретил хорошо. И Таймазов-то действительно, посмотри, как задышал. Главное, чтобы не снес. Вот катком не вынес лавиной за ковёр. Вот этого надо сейчас опасаться. Да, ты прав, что, скорее всего, что он это и предпочтёт. Полезет, полезет Таймазов. Если времени хватит. Если хватит времени. Оба как посмотрели на часы. Хотя таблот из двух сторон. Ох ты как, головой, головой. Поймал момент. И что? Всё? Ну вот, Карелин, видишь, вот как-то так немножечко так отрешённо, обречённо. Да, вот даже откинулся на спинку кресла. Будут смотреть. Да, успел или не успел? Там заканчивалось время. Смотрите, с каким напряжением. Таймазов ждёт. Или золотая медаль, или продолжение боя. Вот этот слева лучший арбитр олимпийского турнира. В чью сторону свистит. Мне кажется, успел. Вот то, что я увидел. Я времени могу точно сказать. Я смотрел по электронному табло, но электронное табло, которое для зрителей выводится, для спортсменов, это не совсем точное. Там вот всё идёт по контрольному секундомеру. Да. Да, двукратный олимпийский чемпион в команде Узбекистана. Артур Таймазов. Недоволен наш парень. Ну, не только наш парень недовольный. Недовольны, конечно, все мы. Потому что я ожидал от него более техничной борьбы. Я понимал, что разница в опыте в бейсинге, в сирии, она существует, она очевидна. Но мне казалось, что за счёт технического превосходства он хорошо вооружён. А он всё-таки сможет его обхитрить, обмануть. Не получилось. Да, ну, ещё раз отмечу. И впервые в истории узбекского спорта этот парень становится дважды олимпийским чемпионом. Артур Таймазов выигрывает самую престижную... Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...